Геннадий Филинс Геннадий Филинс Геннадий Филинс Одна и та же суть. И даже, посмотрите, сами родились они с точностью в одно и то же время. Это конец XIX века, начало XX. И расцвет бурный, и творчество Есенина, и вообще такой музыки, как джаз, пришелся именно на первые 20-летия. Первые 25 как раз где-то лет XX века. Поэтому и суть их одна и та же общая. То есть это, во-первых, выражение души, это безграничная внутренняя свобода. Мы это видим в стихах Есенина и в музыке джаз. И даже Есенин, у него жена была американка, Асидора Дункан. И он за свою короткую творческую жизнь, вообще жизнь на нашей земле, успел побывать и в Америке, и во многих странах Европы. Поэтому это явление и одного порядка, и более того, внутренне они связаны. Мы только сделали то, что внешне проявилось. Если можно, чуть подробнее о предстоящем концерте. Когда, где, что там можно будет услышать? Это будет просто джазовый концерт. Во-первых, состоится он 5 октября в Муниципальном культурном центре в 19 часов. Это будет среда. Я приглашаю всех рязанцев на этот концерт. Это просто будет очень хороший, веселый концерт настоящей живой музыки. Джазовый или не джазовый, абсолютно не важно. Важно, что это будет искренне, музыкально, ритмично, мелодично и гармонично. Вообще, для Рязани всегда такое достаточно большое событие, если приезжает кто-то из других стран. В этот раз итальянец, музыкант с вами будет выступать? Да, Борис Савалдели. Борис Савалдели – лучший итальянский джазовый вокалист по официальным рейтингам, например, журнала «Мак Джаз», и не только этого журнала. Борис Савалдели известен как вокалист и сольный импровизатор во всем мире. Ну, смотрите, такая большая величина приезжает к нам в Рязань. Как вам это удается? Это какие-то просто дружеские связи? Или ему действительно интересно посетить родину Сергея Есенина? Ну, сейчас Борис настолько влюблен вообще в творчество Есенина, вообще в русскую культуру и в Россию. Вот у нас альбом вышел, да, и Борис в тех строчках, которые в этом альбоме написаны, он написал, что я считаю Россию своей второй родиной. И, конечно же, таким словами не разбрасывается, он бы не приехал сюда уже, там, не знаю, в какой, в 15-й раз. Я вообще, в принципе, про Россию говорю, а за два с половиной года нашего сотрудничества он приехал, я уже сбился со счета сколько. И мы уж в Италии побывали дважды, и на фестивали на очень большие крупные ездили вместе. Так что, да, и потом многие известные даже рязанцы, да, и из круга Есенина-Ведов, там, например, Ольга Ворнова и наши знакомые неоднократно такую фразу повторяли. Этот итальянец достоин или русского гражданства, или есеницкого гражданства, или рязанского гражданства. Вот так вот говорят. Много раз уже это было. А для вас работа совместная с ним чем интересна? Борис, во-первых, человек очень открытый, душевный, очень музыкальный, такой по-русски обезбашенный, по-итальянски, здесь мы где-то сходимся. Человек с открытой душой, и для нас, как для музыкантов, важно, что у него потрясающие вокальные данные. Он поет в таких лучших европейских, вернее, лучше сказать, в лучших мировых традициях, да, у него очень колоритный такой читаемый, что ли сказать, голос с очень большим количеством нюансов, да. Он великолепно импровизирует, чувствует стиль, и поэтому во всех смыслах, в человеческом и в музыкальном, конечно же, это такое большое удовольствие, и выходить с ним на сцену, и просто общаться. Музыка Музыка Насколько я знаю, на предстоящем концерте, в предстоящем концерте примут участие дети? Да, мы все больше и больше делаем проекты с детьми, в данном случае это будут дети из музыкального театра «Созвездие добра» под управлением, под руководством Татьяны Червоненко. И мы сделаем несколько песенок из мультфильмов, из старых, из советских кинофильмов, ну там, от улыбки, например, от бремских музыкантов, где-то на белом свете. Вот как все это в джазовой аранжировке, это очень здорово, потому что, ну что говорить, фанера процветает до сих пор. Ну а мы несем такое живое начало, поэтому детям интересно, и это вообще крайне важно, чувствовать живой звук и настоящий резонанс, как я говорю, с гармонией, мелодией и ритмом. Создавать это. Борис сделает мастер-класс для детей, что тоже очень важно. Он покажет, как использовать свой голос более полно, широко, как выражать своим голосом все, что ты захочешь. Он будет вместе с детьми создавать музыкальные полотна с помощью своих электронных процессоров. Все это прямо вот так в реальном масштабе времени покажет, как это делать. И я думаю, что горизонт восприятия музыки у детей, которые с этим соприкоснутся, конечно же, расширится. Понятно, что 5 октября на ваш концерт придут в первую очередь те, кто с джазом знаком, кто любит именно это направление музыки. Но ведь достаточно много людей, которые не слышали, не задумывались, не пробовали. Вот вы бы посоветовали им прийти, послушать. И вообще джаз – это музыка для кого? Ну, музыка, в первую очередь, это носитель свободы. То есть, когда человек способен музыкальным языком выразиться, причем свободу, не просто сыграть какую-то мелодию заданную, а взять ее сразу сочинить, вот этот джаз, или взять известную тему и раскрасить ее, изменить, сымпровизировать. И джаз привнес ритм, понимание ритма в 20 век. Из джаза появились все остальные музыкальные современные популярные стили. Мы просто играем музыку. Из-за того, что мы в ней импровизируем, из-за того, что мы используем ритм в его самом развитом, сейчас на данный момент, понимании, конечно, это прерогатив джаза. Но на самом деле, то, как мы это делаем, это популярная музыка самая настоящая. Поэтому я приглашаю всех, кого угодно. Еще не было таких людей, которые пришли бы и сказали, ой, нам это не понравилось. Что ж, это здорово. И мы напомним, у рязанцев есть возможность все это увидеть и услышать собственными ушами и глазами. Концерт состоится 5 октября в Муниципальном культурном центре. Но я напомню, что с нами был Геннадий Филин. Спасибо большое, что согласились сегодня к нам прийти. Рассказали о вашем замечательном концерте. Надеюсь, что зал будет полон. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин